Привет всем, с вами Агантриус. Перед ночью хочу сказать, что у меня есть дискорд сервер, так что просто делюсь информацией. Тайкуны, я думаю все знают, что это, возможно кто-то благодаря моему видео о них, а кто-то просто сам уже знал. Ну а что о них сказать в принципе? Ну это же типичные скучные плейсы, которые абсолютно бесполезны, все они одинаковые. Идешь к свободному плоту, приобретаешь его и просто покупаешь свой первый дроппер, который бесплатный, и все. И просто продолжаешь покупать их, копять деньги и просто покупая другие элементы, такие как стены, оружие, если есть такое конечно в самом плейсе, и все. Есть конечно другие плейсы тайкуны, такие как тот же Ламбард Тайкон, но это явное исключение. Собственно да, я конечно запоздал с данной темой, но поговорить о ней стоит. Итак, я думаю вы все видели Fruit Juice Tycoon, более новую версию, да, не странно, но был давно и так уже старый плейс. То есть оригинал с такой концепцией. Думаю, что это первый плейс в Рублоксе, который эту идею и придумал. Возможно есть и другие плейсы, кто-то скажет. Если знаете такой плейс, который вышел намного раньше, чем этот, и который имеет такую же концепцию, то скинете в принципе. Собственно, в чем же концепция нового вида тайкуна? А именно то, что вместо базы, нет, по сути это база, но в ином виде, и совсем у нас иные апгрейды. Вместо такой базы у нас здание высоту. И вот такой вид был оригинала, а сейчас такой. Да, как ни странно, но оригинал отличается. А другой плейс можно сказать ремейк, либо ремастер. Ибо просто небольшой апгрейд. В виде графики и прочего. Вместо того, чтобы собирать деньги, мы собираем фрукты с помощью, допустим, назовем это корзины. Просто вводите по экрану пальцем, если вы на телефоне, либо мышкой. И потом помещаем в Джусинатор. И все, накапливаются деньги и покупаем апгрейды. В виде новых деревьев, такие как яблоки, лимоны и прочее. Можно попутно улучшать сам Джусинатор и его скорость. Потом уже можно докупить автоколлектор. А точнее, как видите, нет, уже нельзя. Хотя в прошлом, когда я играл, можно было купить. Что ж, видимо, разраб оказался жадным. Значит, у нас по факту только один автоколлектор. Ну, на самом деле, хотя бы что-то. Хотя, подождите. Какое что-то? Это по факту тоже... Бля... Сука, опять обосрались, пиздец. Ведь по факту ничего не поменялось. Сука. Ибо то же самое и в других тайкунах. Дроперы покупаешь, они производят какие-то вещи, ибо зависит от тайкуна. Так вот, вещи едут по конвейеру, и попадает что-то наподобие лавы. И все, деньги зачисляются, а потом просто забираем их. Значит, по факту, в этом новом тайконе мы просто собираем с помощью корзины фрукты. Помещаем их в Джусинатор, накапливаем деньги, покупаем автособиратель фруктов, и все. Но в данном моменте это плюс. Точнее, довольно странный плюс, согласитесь. В обычных тайкунах это уже изначально есть. А здесь, видите ли, нужно собрать 10 тысяч денег. И потом уже будет собирательство фруктов, как у всех тайкунов. Что за хуйня? Единственный плюс, это относительно небольшой размер базы. Точнее, просто апгрейды расположены довольно близко. А в обычных тайкунах надо либо постоянно ходить по большому зданию, либо подниматься по высокому. То есть, как бы не очень. А здесь все довольно близко, значит, это несомненный плюс. Что ж, дальше просто покупаем все остальное, и потом после всех покупок покупаем золотую статую. Получаем ребитх, или же, как он здесь называется, престиж. И дальше просто все заново, но с умножителем. И так можно много-много-много раз доходить до ребитха, и играть с увеличивающимся умножителем денег. То есть, короче, ребятки, это снова наебалово. Никакой это не новый вид тайкунов. Это очередная деградация и попытка заработать денег. И прославиться. Что ж, у автора ремейка это получилось. Я думаю, вы ожидали что-то большее от видео, да? Что ж, я тоже. Но по факту меня тайкун не удивил. Да, есть различные другие тайкуны, которые имеют похожий концепт. Например, тот же Гамбл Фактори Тайкун. Но это такой же высер, как по мне. Даже хуже, ибо еще больше нужно делать и иметь больше денег. Куча апгрейдов, куча покупок жвачек. Ну и, конечно, глупость и скучноватость. В виде открывания пути жвачек и превращения их в пачку жвачек. Пиздец. То есть, намеренное усложнение и растягивание геймплея. Отличный ход, разрабы. Идите нахуй. Короче, ребята, это печально. Видимо, мы так и не увидим новую эволюцию тайкунов. Разрабы по-прежнему будут действовать по старому принципу. И ничего не улучшать. А лишь ухудшать растягиванием геймплея. Мол, короче, вот ты сделал ребит, а потом бац, тебе открываются новые дропперы, этажи и прочее. Хорошо ли это? Вряд ли. Это намеренное растягивание геймплея. Это даже не мотивация сидеть часами в тайкуне и копить деньги. А просто хз. Трата времени, которую можно было бы потратить на что-то более полезное. Такие вот дела. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!